Проекты кредитов представлял министр финансов Дмитрий Будянский, который, однако, не сумел чётко указать подробности условия финансовых займов, которые берёт на себя Молдова. Общий объём программы – 400 миллионов специальных прав, из которых 314 миллионов 300 тысяч направлены на бюджетную поддержку, и 85 миллионов 700 тысяч – кредит, предназначенный для Национального банка Молдовы. Какие условия? Те условия, в которых эта программа будет исполнена правительством Молдовы, основывается на программе правления правительства. Не зная условий получения кредитов от Международного валютного фонда, позиция предостерегла нынешнее руководство страны от истории успеха правительства Владимира Филата, когда кредиты брали повсеместно, но людям досталась лишь оплата счетов по этим займам. Советник Владимира Филата того периода, депутат от ПДС Дмитрий Алайба, признал провал программы с МВФ 2013 года, заверив при этом, что такое не повторится. Правительству Филата Международный валютный фонд тоже давал помощь на программы. Все то, о чем так красиво говорил только что министр финансов, чем закончилась эта история успеха, мы знаем. Иногда дают авансом для того, чтобы поддержать так называемые проевропейские правительства. А граждане ничего не получают от этих кредитов. Программа с МВФ в 2013 году, к сожалению, была провалена из-за коррупции. Это правда, и программа не была доведена до конца. Не пришел последний транш, но сейчас такого не будет. Парламентское большинство проголосовало за проекты кредитования от МВФ в первом чтении, призвало оппозицию дать добро на голосование не глядя и во втором чтении. Оппозиция отказалась. Мы были открыты, чтобы проголосовать за то, что мы хотели узнать условия. Это административно-территориальная реформа или разрешение на какие-то проекты, боюсь даже предположить на какие. Вы говорите, что все будет хорошо. Но насколько хорошо, все уже мы видим последние пять месяцев. А что будет дальше, даже страшно подумать. Давайте пусть сначала скажут факты, а потом мы поддержим проект. Недовольный этим отказом председатель парламента Игорь Гроссу решил напомнить, что ПДС, будучи в оппозиции, всегда поддерживала проекты и кредиты, направленные на благо населения. Правда, видимо, Гроссу запамятовал известный российский кредит, за который ПДС с платформой «Достоинство и правды» и так называемой группой «Канду» отказалась голосовать. А позже и оспорили его конституционность в конституционном суде. Лицемерие остается лицемерием, потому что когда вы были на моем месте и вы предлагали проекты для общественного интереса, мы голосовали. В результате за оба кредита МВФ проголосовали депутаты ПДС в первом чтении.